Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодняшний выпуск мы ведем из питомника интернет-магазина Процветок. И поговорим с вами о гейхерах, которые представлены здесь в огромном разнообразии сортов. Гейхера стала популярной примерно 20 лет назад. Ее сорта стали широко распространяться по умеренной зоне цветоводства. Гейхеру теперь какую только не встретишь. От черной до салатовой, со всевозможными переливами красок и оттенков. Красная, розовая и так далее. Цветки гейхеры довольно невзрачные, однако же в период цветения, при обильном цветении, также являются дополнительным декоративным элементом. Гейхера предпочитает довольно бедные почвы и сухие, однако же очень отзывчиво на опрыскивание. Совершенно не выносит застоя влаги. Если ваш участок обладатель тяжелых глинистых почв, то при посадке гейхеры обязательно предусмотрите хороший дренаж. Сделать это совсем просто. На дно ямы при посадке уложите, пожалуйста, побольше гравия, битого кирпича или хотя бы просто песка. Благодаря этому кустики гейхеры останутся компактными и не будут выпривать. Корневая система гейхеры преимущественно поверхностная. И поверхностной также является и основная вегетативная масса побеги гейхеры. В этой связи в многих регионах, особенно с бесснежными зимами, гейхера страдает от вымерзания. В этой связи необходимо предусмотреть хорошее мульчирование и укрытие. Точно так же, как для бородатого ириса. Гейхера замечательно смотрится на альпийских горках, под кронами молодых деревьев. Она не очень выносит глухую тень, хотя и может там расти, но куст будет довольно рыхлый. А вот под молодыми деревьями ей самое место. Пока дерево вырастет, гейхера разрастется. Впоследствии вы сможете сформировать из нее бордюры, робатки, скомбинировать с другими растениями, с которыми она замечательно уживается. Каких-то серьезных проблем при выращивании гейхеры не наблюдается. Она лишь не выносит застоя влаги и избыточной кислотности почвы. При посадке гейхеры обязательно предусмотрите тщательное известкование. Удивительно, как же гейхера может сочетаться, например, с хостой, будучи, как на первый взгляд, такими разными растениями. Однако и хоста, и гейхера являются весьма пластичными. Поэтому, если вы подберете некие средние условия, полутень, но не очень тенисто, довольно много удобрений, но не слишком для того, чтобы гейхера не жировала и кусты не были рыхлыми, вы сможете скомбинировать даже два этих, таких непохожих вида. Гейхера замечательно смотрится возле различных скальных хвойников. Это можжевельник скальный, можжевельник казацкий. Соседство с ними делают композицию неповторимой и очень экологически устойчивой. Вредителями и болезнями гейхера практически не повреждается. Благодаря этому не требуют каких-то специальных защитных мероприятий. В связи с большим разнообразием сортов гейхера вы можете подобрать цветовые композиции и фактуры, такие, как вам только захочется. Листики у гейхера бывают более вырезанные и менее вырезанные, более волнистые, менее волнистые, крупные и помельче. Ну а уж разнообразие оттенков я уже сказал. Смотрите каталог интернет-магазина про цветок. Выбирайте гейхеры себе по вкусу, ведь сортов не перечесть. Тож, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы обязательно подберете себе сорт гейхеры, из которых можно создать отдельно большой и красивый цветущий сад. Подсадите туда гвоздику, подсадите туда различные злаки, а соки, особенно такие, у которых коричневато такие красноватые листики, это все создаст очень красивую и очень устойчивую фактуру. Создайте такой садик недалеко от крыльца или беседки, для того, чтобы вы могли смотреть на него в течение целого дня, конечно, когда вы занимаетесь чаепитием, отдыхом или вечерними посиделками. Это растение даст отдохнуть вашему глазу, ведь здесь есть за что зацепиться. Что ж, на этом всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!